Здравствуйте, меня зовут Алексей Семеняко, я работаю в RIPE NCC и это видео курс основы протокола IBVA6. Сегодня у нас первый модуль второго юнита, то есть мы приступаем к изучению техники. И для начала мы обсудим правила записи адресов нового протокола IBVA6. Вы наверняка слышали, что главное преимущество IBVA6 это невообразимое огромное количество адресов, несравнимо больше, чем в IBVA4. И сейчас мы увидим как именно это реализовано. Начнем с того, что IB адрес любой. Это просто число фиксированного размера в битах, записанное несколько необычным образом так, чтобы его удобнее было использовать. В протоколе IBVA4 размер адреса это 32 бита или соответственно 8 байтов. И при этом каждый байт записывается отдельно в шестнадцатеричном виде и они разделяются точками. но вы можете восстановить само число, которое таким образом записано. Вот сейчас на экране вы видите, как я это делаю для адреса 8.8.8.8. Это известный публичный DNS сервер компании Google. Многие программы, кстати, умеют работать с самим полученным числом, ну точно так же как вот они это делают с IP адресом. Вы сейчас видите это на экране, на примере команды ping. Размер адреса в протоколе IBVA6 128 битов, то есть адрес в IBVA6 намного, много длиннее. И при создании протокола IBVA6 сразу же определили нотацию его адресов, которая включает в себя несколько правил. Адрес в протоколе IBVA6 состоит из 128 битов, то есть это длинная-длинная строка двоичных цифр, вот такая как у вас сейчас на экране. И чтобы этим пользоваться, мы для начала переводим эту строку в шестнадцатеричный вид. Это сильно укорачивает запись. После этого, когда у нас есть запись в шестнадцатеричном виде, каждые четыре цифры мы разделяем двоеточием. И у нас получается последовательность шестнадцатеричных цифр, разделенных группами по четыре с двоеточием между ними. Вы это видите сейчас у вас на экране. Таким образом, адреса IBVA6 записываются в виде восьми групп из четырех шестнадцатеричных цифр. Каждая группа представляет собой 16 бит. Разделяются они, как я уже сказал, двоеточиями. Иногда вот последовательность из этих четырех шестнадцатеричных цифр называют четверкой или квад на английском. И это уже тот вид адресов, который можно использовать. Конечно, постоянно превращать двоичные адреса в шестнадцатеричный вид не требуется. Но нужно понимать, как это делается. Это, например, важно при выделении подсетей. Мы будем заниматься этим в следующем модуле. Но на самом деле есть и другие способы, как записать адрес в протоколе IBVA6. Для этого есть целых два стандарта RFC 4291 и RFC 5952. Они описывают вот эти разные способы. Каждый из этих способов валиден. Вы можете использовать тот, который вам удобен в вашем конкретном случае. И некоторые адреса можно упростить. Использовать сжатую форму для их записи. И это бывает очень-очень удобно. Более того, и здесь есть несколько вариантов, как это сделать. И вы можете выбирать тот, который вам удобней в данном конкретном случае. Вот давайте посмотрим еще раз на тот же самый адрес. Как его можно сжать? Для этого есть процедура из трех последовательных шагов. Сейчас вы ее увидите на экране. Шаг первый. Мы убираем левые нули в каждой четверке. Мы не можем убрать правый 0 так же, как мы не можем убрать из числа 10 правый 0. Потому что тогда число 10 превратится в единичку. Но если у нас запись 0 0 10, вот эти два нуля, мы их можем не использовать. Мы их не пишем. На втором шаге те четверки, которые состоят из сплошных нулей, то есть 0 0 0 0, мы заменяем на 1 0. Опять мы получаем сокращение нашего адреса. И, наконец, если у нас есть последовательности нулей, группы, которые состоят только из нулей, мы можем одну из них, но ровно одну, заменить на два двоеточия подряд. В принципе, предпочтительнее заменять самую правую группу. Но это не обязательно. Вы вольны делать это так, как вам удобнее. Таким образом, вы сейчас узнали, что адрес vpv6 состоит из 128 бит, что он записывается в 16-ричной системе группами по 4 цифры, то есть 16 битов, разделенных двоеточиями, и этих групп всего 8. Ну, естественно, запись нечувствительна к регистру. Вы научились укорачивать адреса vpv6, пользуясь простыми правилами. Убираем в четверках нули слева. Те четверки, которые состоят только из нулей, заменяем просто на 0. Если у нас есть последовательность нулевых четверок, то мы можем одну из них заменить на двойное двоеточие. На этом сейчас все. И в следующем модуле мы с вами будем разбираться, как vpv6 выделяются подсети. До свидания.